дай салат дай салат игорь а ты кто друзья доброе утро день 8 или 9 уже сбился а мы прибились причалили как это называется в катар столица доха где где недавно проходил чемпионат мира по футболу кто знает время у нас здесь на час назад время здесь московская вот катар время сейчас у нас утра в москве поливает воду зачем-то рано на улице еще мир конечно спит от буду я будить я пошел на полчасика побегать спортзал учусь и прическа но все равно утра красивый друзья напомню мы уже отдыхаем восьмой день наверное или 9 сбился со счетом и начинали с дубая там провели два дня потом в абу-даби я забыла приз пошли по курсивскому заливу так что не видел ролики можете посмотреть предыдущие ролики я выкладываю каждый день это очень сложно не всегда получается но выкладывают предыдущие ролики вы можете посмотреть как мы оказались здесь в катаре вдохе напомню как всегда спонсором нашей нашего путешествия является ростуризм спасибо вам что выделяете день что уделять денежки на развитие разных стран были популяризации утро все выходят пьют кофе народу еще маловатенько но если иду в спортзал утро нужно взять и начинать со спорта хотя бы полчасика вот побегать легкий фитнес вот не обязательно поднимать штанги потом обязательно принять контрастный душ обязательно и позавтракать позавтра конечно день проходит намного лучше энергия как говорится так и прет особенно в нашем почти починном возрасте это обязательно надо заниматься спортом закаляться правильное питание а то в наши годы живот растет а кончик сохнет можно пойти в спортзал а можно пойти поиграть в игры куда пойдем естественно спортзал он здесь у нас великолепный обзор я уже спортзал делал не один раз поэтому вот вкратце пройдусь и начнем маленькую пробежку по большим экраном показывают доску а мы все в нашей кричевальне в столовой ходим с кораблика нашего ира почему на нашем корабле 800 человек земляков в азбекистан казахстан мне кажется там вся половина компания апл вот реклама кстати это сетевой маркетинг заходит у них там продают бада вот бада продает по 40 тысяч вот нам уже предлагали у них там клеточное питание здесь пол корабля поэтому вообще приехали в узбекистан как минимум земляки так что музей так упали мы на полу корабль земляков узбекистан таджикистан компания продает лекарства она им организовал бесплатный выезд а потом отсюда вот сюда зайдем до этого круиз в общем везде вот наш корабль огромный лайнер амаска вертауза вот такой огромный опять при выходе из порта вот оказывается таком огромном аквариуме вот такой огромный аквариум как будет проход через него а вот прямо вышли с корабля прошли турникета и вот он аквариум скотик скотик проверка вещей при выходе из порта моя линейка очередная рюкзаков по 2000 рублей французских так ну что мы вышли из порта сейчас мы узнаем сколько будет стоить такси доехать до центра мы не одним нашли себе компанию собутыльников так узнаем можно ли в такси расплатиться в карту у нас тоже денег нет вот здесь автобусы они довозят до центра за 11 евро хотя бумажка написана покажи где да и на бумажке написано 11 вот мы думаем на автобусе поехать или на такси если на автобусе то с каждого по 11 евро а эти автобусы доводят до центра доводят стоят 11 долларов там еще экскурсии всякие предлагают в среднем где-то 50 долларов за человека а мы нашли таксиста который нас будет катать 4 часа за 85 долларов на четверых скинемся у них такие голубые такси все по счетчику и вай-фа есть в машине по их словам это наш гид Елена на сегодня будет гид ее муж Антон вот мы арендовали машинку за 85 долларов за 80 долларов хотел за 100 но мы сорговались Антон наш гид будет переводчиком переводить переводить с арабского на русский да? нам в 4 часа нужно будет уже на корабле время у нас сейчас около 9 время по москве московское у них здесь а в Дубае минус час плюс час а здесь московское вот мы отъезжаем не знаю чем мы будем посмотреть конечно Лена все знает мы на них положили откуда вы знаете? подготовилась а это турагент да ладно турагент а че молчал давай рекламу говори Елена оставить там ссылочки контакты контакт оставить потом в описании Елена а не чувствуя она то ничего ничего ну просто это ну как водитель оказался из Египта здесь как обычно цены повышаются пока едем было 85 стало 100 уже мы сейчас хотели сходить на экскурсию в музей исламского искусства но сегодня пятница а в пятницу в Катаре в Катаре в Катаре выходной у них даже метро открывается после обеда поэтому у нас минус одна локация минус 100 долларов ой 10 долларов приехали на какой-то рынок нас привезли рыночек местный народу конечно народу мало но как вы знаете так и не знаете это Доха Катар не такой туристический город как Дубай например здесь все немножко построже со спиртным женщины должны прикрываться и так далее вот в этом плане здесь построже действуют законы их не Елена почему у нас не работает рынок потому что еще рано чуть чуть попозже сейчас куда идем Елена у нас минус еще одна локация минус еще 10 долларов он еще останется должен нам это рынок специй да рынок специй это у нас из Египта переводчиком работает по транслите в телефоне есть соколы по моему вот у них да 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 сейчас тоже пойдем туда птичий рынок как на седоводе птичий рынок как на седоводе птичий рынок только здесь антуражные попугаи долги цыплятки кролики есть и кролики вот наши пугачки и рыбки вот эти хорошие хорошие его видел ой пугайчик что он спит да это наверное какарики у меня фокус пропал е-мое что какарик вот какарик аир сокол оказывается они эти голубей разные породы продают для того чтобы кушать а кушать то да ну ладно да 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 говорит Антон продает этих голубей чтобы кушать разных пород о продают аукцион да Лена узнал аукцион продают попугаев ур кто больше даст сейчас будет торговаться да будет кричать кто больше как на бирже он добрый добрый не кусается да а ты а ты кто хороший петя хороший не 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 а не не гуляем по улочкам дохи и рассказал бы что очень такой дух катар что люди очень знают где мы моё ну катар то страна духа это город я это знаю расскажет наш супер гид пока мы гуляем по рынку и здесь продают очень много всяких кур голубей это есть продуктовые магазинчики продукты можно купить место жители кушают фрукты местные жители дали нам карак а что такое карак не вкусно про честно асфальт работе подошли мы к верблюдикам эти верблю участвуют в бегах я смогли поближе подойдем привет вася кушаешь кто здесь кокушонки устроил верблюдики я игорь а ты кто вася ну что ты весь в мухах ой какой язычок у него мухи а я такой модный с какой-то этой мухи ира моя похож на тебя немножко это ешь как называть них а продают а если кажется продают верблюдов спортивные кони сено то есть можно купить верблюда а как мы его привезем домой поедешь в москву поедешь в москву поедешь в москву нет не хочешь фу у тебя муха фу сейчас ценник узнаем мы не знаем возьмем не возьмем почем сантон доллар доллар реал сколько 3000 реал это получается около 1000 долларов 1000 долларов идет а дохлого можно какого-нибудь такого более-менее уставшего подешевле на колбасу продолжаем нашу экскурсию по таким вот улочкам мы поехали вообще пошли без экскурсии вот у нас точнее свой гид ну он нам все основные места покажет расскажет а те кто купил за 80 долларов они где-то сзади идут с корабля у нас все вместе вышло 100 на четверых где-то мы гуляем наш гид привез а это здесь лошадь а лошадь лошадки о там лошадок показали зашли в стойлу ну в общем лошадками не удивишь соколы тоже продают для боев такие шапочки у них без ног лед снят да игорь ну не приставай ты к нему ну чё ты над ним ему скучно так он скучно нас пугайся не кусается хоп какая у тебя шкурка они тоже продают да для чего для охоты а для боев а у них вон и крылья чем-то за а это же на боев у этого вообще глаза закрыты походу выкололи глаза ему да и диванчики пришли здесь у них госпиталь для лечения соколов здесь лечит на сегодня пятница выходной узнаем откуда здесь лечат соколов опять вернулись на птичий рынок сделали кружок конечно не все из них хотят сниматься один там попал на камеру подошел стал требовать чтобы удалили я удалил а он хитрый чтобы я удалил еще из удаленных так что не все любят сниматься а с женщинами вообще нельзя снимать чуть ли для могут даже в тюрьму поставить если женщин будешь снимать которые входят в паранже я рассказываю дальше женщина вообще строго да да естественно вот тут женщины я снимаюсь пойдем сходим в туалетик посмотрим какой здесь обычный или какой-нибудь антуражный туалетик пока не можем найти так долго искали нашли вроде здесь туалетик о шахматы продают но закрыто но закрыто так ой ёпать вот мальчик нарисован мальчик здесь наверное девочка пустите да иди в мальчика гарантируйся мальчик 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 катар дох 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 а вы что покупаете орешки мешок с тобой домой мальчик 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 ну можно вообще нырял и сколько мы заплатили 4 4 сейчас посчитаем скажем почему она вышла полтора получается нормально обычная цена потеряли нашего гибро гида из египта оказался на перепуте трех сторон куда пойти непонятно продают острый перец щиповник лубан дакар спец соль попробуй на язычок в грецкие орехи или мак непонятно и рассчитывает это мята нет фу лаврушки и калип на нет такой круглый у нас пор это перец или шиповник это каркаде каркаде наша делегация выдвигается дальше на следующую локацию на сегодня это наше такси один доллар стоит 3 реала дорогие потому что у них аренда на магазин очень большая шеф говорит что у них самая дешевая аренда это 25 25 реалов тысяч 25 тысяч реалов это получается 75 8 8 тысяч долларов аренда минимальный магазинчик спросили у командира они снимают комнату за 700 долларов на четверых за бензин спрашиваем 95 а на рубли дороже чем в россии все равно дороже но дешевле чем в дубае в дубае я где-то рублей 90 100 стоит вот там 98 здесь по правилам дорожного движения так же все ли? да штраф как в дубае там вообще жесткий штраф а здесь как? сейчас узнаем если сигнал слом, это стоит 6 тысяч сигнал короче, если на красный проехал 6 тысяч, а вот ну ладно в дубае вообще 50 тысяч дирхам ну в дубае это за второй штраф 50 тысяч дирхам а за первый там где-то 1000 дирхам приехали мы на цитралью набережную здесь одна основная набережная, других нет это как я понимаю основная особенность здесь вот есть стела где напоминает открытие футбола когда проходила здесь чемпионат мира по футболу в катаре и вид на центр где есть эти высотки бизнес и только высотки найдет такое место одно мне кажется да такое? с одной стороны Армении стоит с другой стороны все все наши с корабля у меня такая фигурка непониматная или Майами а где песчаный пляжик? нету? вау пляжи здесь не на ум это Ира мои итальянские очки из моей ринейки за тысячу рублей итальянских как вам ничего? очки идут? ссылочка в описании я же берешь? если не хочешь мои очки врать ну ладно или как бы че пристало? давай сделаем фотографии все ну я видел из видео вырежу будет превьюшка такую ну вот давай вот такую главное место для съемки все здесь фотографируются снимают на фоне рекламы блот часиков такой вот замысловатый не знаю че такое и сзади дохо двигаем на следующую локацию что нам покажет командир интересный по набережды едем красивый когда особенно солнышко небо чистое пальмы голубое море море здесь? море, да? вон наш кораблик стоит виртуоза это отель широтон дорогой смотри я что это за район вот этот вот с этой стороны красивые на фоне чистого неба все красиво смотрится земляк египтин? египет? мураба ой мираба мираба как тебя зовут? себастьян жулен де франц жмопе себастьян да жулен де франц религию а мы узнали это называется деловой район west bay да а нам что-то дает что он деловой район нам нужно какой-нибудь экзотики экстрима да любишь экстрим? или пляжик или пляжик или пляжик не экстрима а тебе еще интересного? все можно ее все? это все? ну конечно прикольно да как будто сзади обои или телевизор а это вот инстаграммное место тоже залезли на этот столбик для превьюшки напишу такой доха катар известные блогеры именно сегодня именно на этом столбе только все на память сохранили видюшку все окей? ну ты спрыгивай спускайся давай ну давай сама ну я маму у меня коленку может повредить какая Ленка? а коленка ну давай Антон помоги женщине женщине средних лет о какая довольна? да такая фигурка прикольная непонятно на что похоже на Каспера на болельщика на привидение кто? Джон Вейдер из фильма звездные войны еще вариант есть это Джо Вейдер оказывается еще одна локация для красивого фото и видео Неплохое, да? Месячка для фото Неплохое, да? Месячка просим командира нас отвезти на какой-нибудь пляж где песочный точнее белый пляж но он сказал можно но час езды поэтому не вариант просим его отвезти нас в какой-нибудь другой пляж где можно просто искупаться мы ездим на подохе заходим по парку местному уже я хочу на пляж да конечно хочется поплавать покупаться где-нибудь все ходим-ходим написано было табличкой не ходить не есть на экзоне что местные жители и делают это для птичек чтобы они сидели на своих жердочках и не мешали туристам наш командир привез на пляжик надеюсь искупаемся что-то здесь все плавают как-то в одежде плавают можно ли в бикини плавать это вопрос они здесь трогают с обнаженкой вот у них основной пляж называется катара бич вход вход платный вот касса пока их никого не видел в бикини вот мужикам можно плавать 10 а в рублях это еще раз ну умножить на 3 надо ой разделить что дешево 10 реалов что там 3 рубля стоит 10 реалов в шортах можно ну как мы и говорили купаться можно только в этом странно а да солнце застело купаться тоже нельзя нет как говорил классик эхо времена эхо нравы как тебе вода отлично тоже неплохо освежилась немножко освежилась да в шортах можно плавать ну для мужчин а девушкам только в пранже еще нюансик здесь нету лежаков а только стулья можно не полежать а посидеть вот посидеть в пранже вот вот поэтому здесь ноу алкашка ноу бикини так что в вдохе не расслабишься точнее для мужчин попроще конечно а вот для женщин надо плавать в штанах вот так вот заходишь и плаваешь наша двигатель двигается в какой-нибудь кафешке ресторанчик где можно выпить пиво что это у них действительно тоже очень-очень строго наш гид говорит что вообще без без вариантов найти алкашку но мы знаем что где-то продают у кого есть лицензия нам в эту жемчужину нам в эту жемчужину хорошая какая скухотища да для кого хочется выпить поплавать купальники это здесь вдохи в Катаре в этой стране нельзя поэтому здесь туристов нету по пути зашли в какой-то музей что ли космонавтики во звездолет а это местный планетарий луна луна в разрезе антон что балуешься смотри на это в комментарии луну изучаешь это не луна это не луна это все есть орбита вот вот у нас здесь вот мы сейчас где покажи мы сейчас вот вот здесь вот на земле путин проложить до созвездия до Юпитера когда ехать поедешь шеф на Юпитер может там вещь выпить короче в нашем созвездии выпить никак поехали в другой созвездии где наш звездолет будет боехать настоящее фото из космоса вот такие у них скафандры раньше были hello Ира, почему здесь нельзя купаться в бикини, выпить там пивка, например? Ну, потому что они очень строго соблюдают мусульманские традиции. Это грех. А когда у нас был Кемат Мира, их не эти самые. Приезжали в Москву, снимали отели полностью и привозили автобусами кое-кого. Это можно было? Приезжаем в самый дорогой бизнес-центр, а в торговый бизнес-центр, а в торговый бизнес-центр. А кто здесь будет, то есть они приезжают на Удринском, на пляж. Что еще делать? Грустить. Да, ходить грустить. Унылым. Видел, никого нет. Там блядь, 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 вообще никого нет. Да, потому что там не печка выходит на самом деле на улицу. Днем они практически появляются. Им жарко. А это доха южнее, чем в Дубае? Да, и жарче. Сейчас мы куда поудержим наши процессы. Как это? Мы на жемчужный остров какой-то едем. За пивом он сказал. За пивом, да. Ира уболтала командира за пивком. В палатку. Скажите, какая это алкоголичка. А как, все видели, как ты дринкаешь? Черезмерно. Да, конечно. Ну, в общем, он сказал, типа, что, если вы хотите пива, надо дружить со мной. Знаете, что? Особое. Скорее всего, чтобы заработать, надо идти туда, куда вы можете купить. Здесь нам будет дорого. Из своего комиссии. А, подъезжаем скоро, выехали на МКАД, съезжаем на Гутузовский, и он к этому зданию выезжает. Самый популярный, известный. Вот такой, изогнутый. Это отель. Это как раз находится на Красной Прессе, да, находится? Всех аквапарк. И они нам уже просто идут. Ну, не интересно. И сейчас. И сейчас. И в обоих никого нет туристов, наверное. Ну, вот так. Нет, ни оттуда не надо. Вышли за пивком, Ири. Ири. Это такое красивое мясеечко. Такая яхта эта. Загагулина. Нет, хочешь, я тебя сфоткаю? На фоне Загагулина. Сейчас. Сфоткаю. Красота. Блин, спецэффекта. Это я, я Антон. Антон IPO. Знаете, я его антона IPO? Восьмой IPO. А, слышал? Никакого не знал? Нет. Я тоже. Потом скажу. Он занимается этими акциями. Антон. Не, можете посмотреть тоже мой YouTube канал. не знаю, это не Антон Саныч. А, он Бандерас называется. Бандерас? Да. Антон Бандерас? Антонио Сан Бандерас, да. Там видео в основном в Калифорнии. Калифорнии. Поняли? Антон. А мы приехали за пивком, да, сюда? Да. Мы гуляем по району. Вообще, конечно, глухо, да. Плюс пятница, они по пятницам из дома не выходят. Ну и плюс некому гулять. Туристов здесь очень-очень мало. Закончился. Пять мира по футболу. И все. Народ здесь разъехался. Ира нашла местечко, да, для селфи. Инстаграммное. На фоне Загагулина. А я эти рачки сниму. Ну и что ты мне портишь весь вид? Красиво. Да, Макс. Да еще стоять. Блин, а там даже на мосте есть негде. Там народ заполонил. Народ немерено просто. Подъехали еще на Дулагацию. Где очень хорошо видно это Загагулино. Это здание. Отель. Самый известный. Этот парк. Парк аттракционов. Дохи. Как обычно никого нет. Наверное здесь когда был чемпионат мира жизнь бурлила и кипела. А сейчас Доха. Подъехали в кафешку. Ира где мы? На улочке ресторан. А, ресторан улочка. Ищем где у кого есть лицензии. Кто может продать пивка. Все хотят выпить. Пивкосика. Это Бандерас известный юбблогер. Из Флориды, да? У меня вот видишь что? Калифорния. А, Калифорния. Ну где там близко. Все Ира. Ира ну ка еще раз. Развалились. Хотя в Абу-Даби тоже отклеивались. Да. А сейчас у тебя отвалился. Опять спустилась колеса у Иры. Надо резину менять срочно. Ира меняем резину на новые туфельки от Гучи. В Мол пошли. Поехали в Мол. В Мол. Менять тапочки. Резину. Ира опять спустила. Колесо. Вон приехали в одно. Не скажу что это кафе. Это ресторанчик. Ресторан. Первое. Долгое пиво стоит 1300. Это в рублях. Второе. Сказали что зал полный. Мест нету. Это самый дорогой ресторанчик. Поэтому здесь только по предварительной резервации сказали. Потому что наверное такой он известный. Точнее популярный. Потому что такие красивые виды. Кто-то свою яхту прибраковал. И на фоне этой загогулины. И расскажи какой из блюда невыносимый рецепт. Ну да. В этом ресторане. Видимо какой-то популярный ресторан. Потому что во-первых там уже все забронировано. Шеф знал куда привезти. И да. Там на самом деле прям подъезжают и подъезжают машины. И ну я так пробежалась по ее. Обездоленные подъезжают. Да. Там цена от 100 долларов за блюдо. Если пиво стоит 1300. Ну куда ты так меня близко с ним. Заход. Из терминала. И попадаем на набережную. На кораблик. На причалик. Точнее. Сейчас будем подниматься вон в ту. Вход. Хм. Хм. Тайнер еще раз. С Богу. В общем в Катаре делать нечего. Если коротко обобщить. Не в Катаре, а в Дохе. Делать нечего. Все. Ну гулялись. Здесь вот дошли пообедать. Игорь, ты влюбился в ВДОХ? Нет, я не влюбился в ВДОХ. Вообще никак. Вообще ни о чем. Делать нечего там. Особенно с этими пляжами нельзя купаться. Ничего нельзя. Пиво нельзя пить. Снимать их нельзя. Один раз видео удалил. Е-мое. Мой рожек. Так что здесь грустно, скучно. То есть ты миллионер. Приехать на яхте на своей. Прибарковаться. Там пару раз хоть какой-то ресторанчик можно. Это так. Экскурсию здесь жить. Особенно здесь можно делать нечего. Если в Катаре. Ну и пошли взяли по одной пироженке. Незамысловатых. Да, Ер? Чуть-чуть прям. Ер, давай возьмем по одной и еще по одной. Но они невкусные. Невкусные. У нас последний вечер здесь. Завтра уже все. Утром до восьми выселяемся. в двенадцать часов. Точнее в восемь. До восьми сдать номер. А до двенадцати съехать с лодки. Все уже вечереет. Анимация все продолжается. Одем так снимаю. Напоследок так сказать. О том что было. Чего вспомнить. Теперь его все с друзьями. Песко пьет. Здрасте. А я контент снимаю. Угу. Идем на встречу с гидами. Так сказать. Я вам сейчас показываю. Кафешка с роботом. В коктейле делает. Наша эта 100 грамм на лестнице. Все на ней перефоткались по сто раз. Вот. А мы идем там встреча. Точнее не с гидом, а с русскоязычными. Будет рассказывать. Как завтра мы сдаем номера и так далее. Когда выезжаем. Чего нужно. В общем ничего интересного. Но просто все идут. И мы сходим. Вот по этой нашей торговой улочке. Где бурлила жизнь. Вчера, позавчера. Народу много. Было. Все должно быть вечером. Последний раз. И все. Дотрожа в Дубае. Приплываем утром. И в 5 вечера вылетаем домой. На самолетике. Сбор у нас проходит в кинотеатре. Сцена, где все проходят представления. Здравствуйте. Всем добрый день. Уже началось. Меня зовут Вера. Я турлидер компании Патрух. И начинаю доносить до вас. Дамы и господа. Накануне дня высадки. Второго или третьего. Не важно. Стандарт. Накануне дня высадки. Пассажиры получают программу дня на русском языке в каюту. И получают багаж. Все. Вечер. Ночная доха. Народ гуляет. Последний вечер. Народ вон в бурзальчике. Я сегодня в бурзал не пошел. Вечером, точнее, утром был. Сидят, кофе пьют. Я думаю, сегодняшний ролик я сделаю вместе. И завтрашний день. Как мы улетаем в Россию. Я думаю, завтра уже снимать особо нечего. Выселение у нас до восьми из номера сказали. Лайнер покинуть к двенадцати нужно. В общем, ничего такого интересного. Вон пробки. Намкали у них. Вдоха светятся. Вся в огнях. Хо-хо. Так, мы в баскетбол не играли. Ни в футбол, ни в баскетбол. Все как-то ноги не доходили. Задняя палуба. О, работает еще. Панда парк. Завтра, может быть, на ней полазаю. Так не слазил. Народ ждет, когда концы отдадим. В плане веревки. Все-таки я взял вкусняшку в моем любимом магазине сладостей. Я пока ролик загружаю. Попью кофе с булочкой. С шоколадкой. Пока я вам ролик загружаю. Попью кофе. С малышкой пришли на ужин. Последний раз будем харчеваться. Он пиццу сами делает. Чего харчевать? Да, это не так. Нет, это не так. Нет, это не так. Нет, это не так. Это не так. Три вида пасты. Мерсорок, собственно, производства. Три вида пасты. Трубы. Почти салатики. Как тебе тут нравится? Кормит вкусно? Кстати, плюс столовая, что она работает постоянно. Она открывается по ходу в шесть и закрывается, не знаю, в двенадцать, может в час ночи. Мне было не радо, чтобы она закрывалась. Работает постоянно. Дайте Ире салат. Дай салат. Дай салат. Дай салат. Ё-моё. О! Спасибо, брат. Ну вот чего, да. Чего сладкого здесь, конечно, схудненько. Очень мало вариантов. Сладкое только такое обычно. Пару видов пирожных. Ну, в принципе, хорошо, а то бы я обжирался бы и мне было бы плохо. Вон там есть место. Где место? Вон там. Вот тут проблем постоянно место найти. Годная фирма АПЛ. Заполонили весь корабль. Конечно, так, бурда какая-то. Так уж пьешь, так больше нечего. Молочка. Ну, чьи разные есть. Сахар, палочки, вода горячая. Ира, последний день нашего шикарного отдыха на этом катере. Это через теплоход. Взяли всего по чуть-чуть. Лайнер. Где видно? Где не видно? Ну, вон, смотри. О, видно идёте. О-о-о. И считает корабль, да? Угу. Как по волнам, по морям. Сегодня тут, завтра там. Ира, я хочу в капитана идти. Можно? Угу. По морям, по волнам. Сегодня тут, завтра там. Угу. Да не хочу. Чё ты надо мной издеваешься? Дурак. Рассвет в Дубае. Красное солнце. Время 6 утра. Прибыли в Дубай. Сейчас будем выселять. О, коллеги здесь. Земельки. Фух. День последний, какой не помню. Наверное, девятый. Чемоданы мы вчера накануне вытащили в коридор. Поставили чемоданы. Их заберут. Вот. Сказали, выселяться нужно до пол восьмого. Но можно в восемь. И покинуть корабль до двенадцати. Самолет у нас в пять вечера. Нормально. Лежим у бассейна до двадцати. А что нам ещё делать? Утречка начинается. Все суетятся. Как муравьи. А я, как обычно... О! Влетит самолетик. На взлет пошел. А я на пробежечку. С бурдальчиком. С бурдальчиком. Субтитры сделал признание. Субтитры сделал признание. Классная. Субтитры сделал признание. Классная. Работает. парковку. Работают боковые двигатели. Парковщика. Мне кажется, парковка платная. С капитана возьмут чек. Резиновые огромные отбойники. Шморчал. Надо вытягивать тросы. Крышки наматывать. Оттягивать корабль. Ручную. Давай, 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 коробки. У-у-у, парковник заказывается. Корабль проходит. На, видя. Красава. Оттягивать. О, пошел. Вот он. Посередине тросы. Это, наверное, крючок мотает. Ну, в принципе, все. Припроковали с моей помощью. Я ей подсказывал сверху. Кричал, чтобы намотать трос на крючок. Теперь я спокоен. Пойду Иру будить. Полетели самолетики. Все. Пока этому дому. Выселяемся. Чемодан. Вчера нас забрали один. Маленький. Остались себе. Все. Выкидывает из номеров. Все. Финиш. Чего? Клининг. Клининг. Все. Приклеили. Давай посмотрим это. Под балкончиком у кого-то. Никого нет? Давай зайдем. Обзор рум. А почему нет? Ничего себе. Балкончик у них. Ничего себе. Они жили припеваючи. Обзор чужого рума. О, шапанское, возьми с собой. Нормально, да? А мы тебя чувствовали как на Титанике. На нижней палубе, да? А здесь вон людей с балкончиками такие. Ков пили. Прикольно. А мы в такой избушке. Без дверей. Бросили вещички на лежаке. Пойдем кушать. И расснимает опять в туалет спирит. Мы пьем чаек с булочкой. Наслаждаемся последний день видами. Вон там еще один заходит. Там еще один огромный лайнер. Народ как раз все берет. Сумки себе все набирают. Сумки в тарелке прям и там тебе и йогурт в картошку с колбасой. Все пойдет в рог. Последний день, потому что народу очень много в столовой. Загораем. Последний день сырый. По-моему я отправляю. У меня появился ватсап немножко. Снимаю тебя. Не надо мне еще. Вердикт скажи. Нужно покупать билеты заранее. Ну нет, нужно конечно. Брать с алкашкой, с балкончиком. Обязательно брать пакет. Обязательно брать с балконом. Лучше переплатить. Чтобы чувствовать себя. И опять же тут у некоторых ценник даже не дороже чем у нас. Но с балконом и с пакетом. Да, потому что они покупали заранее. То есть надо мониторить. Надо конечно продумывать ваш весь маршрут. Оно опять же. Вот Елена с кем познакомились. Она туроператор. Она могла бы еще дешевле нам купить. И с пакетом алкашки этим. Ну напитков, вода. Тут не только алкашка, а тут даже воду надо покупать. Поэтому вот включено та же самая вода, пиво. Хотя бы вот это минимум. Не да, не потому что надо бухать. А просто вот если ты хочешь, чтобы у тебя было, а не переплачивать здесь. Да, вот надо нюансы знать. Не просто так зашел на сайт, купил и все. А вот эти нюансы знать. Когда покупать, где покупать, через кого покупать. Теперь мы будем знать. Если вам интересно, пишите нам в комментарии. Мы дадим контакты. Ну да, и какие-то может быть нюансы расскажем. Да, советы. Теперь мы тоже знаем как лучше. Ну да, короче не просто как поехать в другую страну. Здесь много. Видите, я вам как-то показывал каюту с балкончиком. Там, конечно, много так, да? Отвел окошек, там ветерочек гуляет. А то, правда, я себя тоже чувствовала как это. Третий. На Титанике. На первой палубе. Даже в номере хотеть не интересно заходить, да? Как бы без окошка, без ничего. Вот это, ну, сдавливает атмосфера. Вот поэтому в основном только жрали. Так сказать, столовая. Благо, что без перерыва работала днем и ночью. Ну да. Вот. Покупали сегодня один раз на этом острове. Сан-Бени-Яс. Сан-Бени-Яс. Да, на тех роликах, я думаю, можете посмотреть. Ну и надо, конечно, поинтереснее маршрут искать. Вот я смотрела, там есть маршрут до Фуджейры, Оман. А, я думаю, там было бы круче, чем вот наш маршрут. Да, много нюансов, да. Ну, мы с первого раз, поэтому вот первый раз. Ну, первый блин, конечно, комом прям капитально. Ой, была там капитально прям. Ну. Хотя последние дни друзья появились. До сих пор даже он в номер пива оставил. О, Игорь, ну хоть реально. Это вырежу, ладно. Вырежу. Всё, выключай, а то меня уже 3 минуты снимаешь, мне интересно. Сейчас мы при выезде пытаемся денежку вернуть. Отдают, у кого деньги остались на карте. Есть даже такие, у кого остались. Да, и мы такие. Они все проиграли в казино. Вот. Выезд. Народ решает свои проблемы на ресепшен. Деньги верни с процентом. Как сюда есть нюансы, у вас проблемы с картой. Точнее, мы положили депозит. Они говорят, что у нас там еще долг, что-то 200 евро. Типа это они заморожены. Вообще непонятно. И не упускают на улицу. Разбираемся. Так что потом расскажем, как получилось. Поним, да? Так как мы еще те англичане. Да, нам объясняли, что вы... Как я изначально объясняли, да. Вы положите на депозит 250 евро. Минимальная платформа, что 250 евро на карту, да? Потом вы тратите. Кончается, опять пополняете. Вот мы положили 25 евро. А все на самом деле не так. Да. И не выпускают. У вас там долг. Откуда? Откуда долг? У нас 200 евро, если мы положили. И что там объясняли, объясняли по-английски. Ой, ну что ты говоришь? Не выпускают, а мы решили просто вернуть деньги, которые остались. Ну да, там уже остался остаток. И... И... А многие возвращаются, что их не выпускают. Или выходят, они проверяют карты. Больше какая-то геморрой. Сейчас все узнаем. Так, ну в общем... Давай фон выберем. Оказалось, спирать чайник, а оказалось все супростом. Нет, давай я объясню. Значит, вы вносите депозит 250 евро, но с вас их не списывают, а просто эта сумма замораживается. Вы тратите, да, они потом их списали. Ну, в общем, это мы дураки, да. И обратно нам вернут то, что мы не дотратили. Да, если... Ну, в общем, подлинный мысль. Ничего страшного нет. Да. Так что мы ничего не должны, пойдем выезжать. Все, покидаем нашу лодку. Мы выходим, другие заходят. Все бледные, счастливые, счастливые. О, кораблик. А нам он уже так надоел за эти дни. Все, пока кораблик. До скорой встречи. Сейчас будем искать свой чемодан. Идем забирать наши чемоданы. У каждого столба своя циферка. Нашли нас столб. Спустила колесо, ёпки. Они там... Сейчас я... Но они за это нам вернули 40 евро. Как чемодан новый. Вышли на улицу. Все предлагают такси. Такси у них дорого. А приложение называется Калимар. Что-то такое. В общем, оно популярное приложение. Приезжает быстро машина и дешевле. О, новая чемодана. Сейчас новая партия загружается. В общем, местных тут такси можно не заказывать. Лучше вот это приложение закачайте. Мы его постоянно вызываем в такси. Проблем нет. Сейчас наша машина подъезжает. Стоит до метро. Мы взяли до метро такси 27 дирхам. Кто не знает, умножаем на 25. А местные таксисты, они вообще не интересны до метро. Им лучше до аэропорта. А мы решили до аэропорта или ехать долго. Поэтому у нас времени теперь много. Сейчас мы в метро. Чемодан легкий у нас. И все. У нас только самолет 5 часов. А время 12. Порт. Вон корабль. Вот этот выход. Там заход. Такси. Это нахер. Кстати, еще плюс этого приложения. Машины приезжают все такие премиум классные. Как видели, до этого мы ролик снимали. Мы ездили на такси. Вот такие тачки приезжают у них. Хорошие. Поэтому надо поедать, он не такой маленький. Привет, брат. Опять земляк. У нас вон спустило колесо одно. Минус один. Работает кондиционер. Заряжаем телефончики. Проблема вечно кончается. Сейчас спрашиваем, сколько стоит аэропорт. Интересно. Для спортивного. Сколько? Моя твоя не понимая. Крин. Крин. Короче, до аэропорта 160 дирхам. Да не 160, 190. О, 190, да. Минимум. Ну сколько в рублях деревянных наших? Ну, 5000. Ну, даже больше там. 5-4. Время еще полно, поэтому мы на метро прокатнемся. Ура уже красная. Довезли до метро. Минус этого приложения то, что, например, показывает 27-30, ну, в дирхамах. А по факту показывает 41, да. У нас в яндекс карты, да? Если тебе показ поездка 1000 рублей, он не может стоить 2. А у них может. А, нам земляк объяснил. Если у нас какая-то карта привязана к этому приложению, тогда будет дешевле. А у нас не привязана, поэтому у нас дороже. Может, доехали до метро до 40 дирхам на полуспущенных. Метро, метро, брат. Как в Египте пибикают, чтобы завезти. Какой-то раньше такой дешевенький. Забыл, как он называется. Такой дешевый. Не дешевый, а бедный район. Точнее, старый район Дубая. Я все перебрал. Всякие общепиты, фастфуд. Коктейл. У Иры пришла рациональная идея. В аэропорту известно дорого. А здесь шурма всего лишь 8 дирхам. Ну да. 8-10. Это получается 250 рублей, да? Нет, это получается даже меньше двух... Ну, меньше двухсот. Ну, дай попробуем. Зайдем-с. Плохо бы чайником, да? Да. Пошли в рыбный ресторан. А это кто лозит? Не работает шурма. Пойдем в аэропорту харчеваться. Ё-моё, а мы эту карточку проездную оставили на корабле. У нас карточка была проездная такая серая. Ну, видели на тех роликах. А мы её не взяли. Покупать. Ещё покупать. Один растрат. Вызвали лифт. Затем нам тащить спущенный чемодан. Хотя, если не, значит тащить. Вот метро. Это вход в метро. Он приехал, лифт. Вот он, вестибюль метро. Скупим два билетика. Ну, короче, у них здесь можно купить карточку. Она дорогая будет стоить, да? Ну, зачем нам карточка? Нужно всего лишь две поездки и всё. Я Ире объясню. Объясни, говорю. Ту поездку он говорил. Игру. Прайс мини ту поездку. Прайс мини маленькую поездочку и недорогую. За 20 долларов парит проездной, который мы на корабле ставили. Надо было взять её. Да ты всё потерял. И 3 евро потерял. Всё, пока. Но всё объяснили. Аэропорт 12 Дирхам умножить на 25. Сколько стоит? Дирхана, да? А до поездки? Ну, 300 рублей. 300 рублей. А вы говорите, в Москве метро дорого. Ага. Дорого здесь. Где мы ездим? Ну, где-то вот здесь. Где-то здесь. А ехать вот сюда. Окей. Ещё нужно пересаживаться, да? Да. А ехать до конца, да? Вот до сюда. Про часа два ехать. Экспо. Thank you. Ер, давай пропусти меня. Где поширыше? О, есть же клоузд. Е-мое. Туристы. Русские чайники. Чик. Давай, пропускай меня. Оп. Пожалуйста. Оп. Как вы же знаете, у них каждый вагон распределяется. Это женский, женский. Да, вот. Видишь, вон. 2018. Это красная. На Краснофельской. Ой. Бля. Это не в Москве метро, конечно. Проще. Здесь ещё надо разобраться. Везде. Вумен. Вумен. Это для обычных смертных. А в конце у них бизнес. Можно было купить, что-то забыли. Надо было в бизнес поехать. А в конце у них. С метро вообще не уедите. Даже близко. Не то, что местного жителя, а более-менее какого-нибудь обеспеченного человека. Только самые бедные, как мой. Туристы и рабочие. У тебя больше никого. Везги Пакистана, Шри-Ланка. Народа очень много. Даже у нас охранники стоят. Они не пускают. Короче, я вышел. Короче, народ до метро вообще немерено. Нам ехали очень долго. Плюс нам нужно телефон зарядить. И вот я решил купить бизнес-класс. Точнее, бизнес. Поехать в метро. Сейчас я выйду. Попробую купить. Был в Дубае. Ни разу не ездил в вагоне для бизнеса. Посмотрим, чем отличается. Кажется, в метро прям раздражает. Это кто был на проспекте Мира в пятницу. То же самое и здесь. В общем, идея купить карту золотую. Бизнес-класс провалилась. Там что-то, короче, непонятно. Там где нужно, вероятно, ID или что-то еще. Короче, я бегал, бегал. Мне так никто не продал. Едем, короче, все. И даже нет зарядки. Телефон зарядить. Так что Московское метро самое лучшее. Спасибо. Сергей Семенович. Еще фишку скажу вам за интернет. Вот прям у меня мегафон 1 гигабайт. Стоит почти 2000 рублей. Вот, на 7 дней. А у Иры Билайт, у нее 450 рублей 1 гигабайт. Вот. А у меня в мегафоне только можно брать на 7 дней. За там тысячу девятьсот. С чем-то 1 гигабайт. Как вообще можно? Мегафон неудобный. 1 гигабайт хватит. Улетает он. Поэтому. Как вариант, да. Поэтому, когда улетает. Если вам не планирует пользоваться местной сим-карты. То, что я ДУ. Подключил сим-карту. Я заплатил за 6 гигабайт. А на что привести? 66. Или 8 я отдал тысячу. Где? Под ДУ я подключил. 6 гигабайт. Можешь я купил? А, нет, нет. Около 4 тысяч. Около 4 тысяч я купил. ДУ. 6 гигабайт. Или около 3 что ли. В общем, мы рациональнее купить какую-нибудь сим-карту нашу. Там надо поискать. Билайн, МТС. Вот МТС хвалили. Вот. Чем здесь покупать там сим-карты. И мучиться вот так, как мы. Опять же, на какого срока вы едете? На маленький срок, на длинный срок. Так что нюансов тоже много. Надо все изучать. Ну вот, мы рядом с метро Экспо 2020. Есть такси-стейшн. Да, едем. По таксометру. А посадка стоит 10 дирхам? 2. 25. 25, да, дирхам? Посадка? Аэропорт. 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 Да. Торминель. Ой. О, он начинается. Еще один минут. Франсуа Жмапен Себастьян. Жуленда Франц. Франция. До Рабая. Да, да. Вот наш это, точнее наш. Аль Мактон. Точнее наш. Аль Мактон. Тоже с нами едет. А то он увезет вас. Ага, да, да, да. Аль Мактон. Да, да, да. Аль Мактон. Включить, едем по Праису. Точнее, по таксометру. Посмотрим, сколько от метро до аэропорта. Здесь не один аэропорт, да, Ира? Сколько здесь? Их полно. Два. Так что, друзья. Ну, в Дубае два, да. В Дубае два. О, можно было доехать на автобусе за 50 дирхам, да? Почему 50? Ты что, прикалываешься? А сколько он стоил? Пять. А, пять дирхам. Ну, вы ехали бы долго бы. Что ты меня снимаешь? Ты меняй картинку. Чуть-чуть меня поснимай. Переверни чуть-чуть себя поснимай. Ну, хорошо, снимай тебя. Ага. Встретливый в метро человек. Короче, пробка. Едем. Все, прибыль в аэропорт. Заплатили 67 дирхам. Сейчас пойдем заселяться. Это точнее проходить. Первый, выходи. И вышла принцесска. Нормально? Сдачи дал? Тепло влечет. Везде так замерзло. Замерзло. Пустой аэропорт. А, вот. Все сбились в кучку. Нашел народ. И больше никого нету. Это такой не очень популярный аэропорт. Поэтому здесь вылетает. Здесь точно не летают эмирейцы. Здесь, вон, беда наша летает. И еще какие-нибудь остальные лоукостеры неизвестные. Все, мы прошли. Все нормально. И сразу первым делом куда? Правильно. Дьюти фри. Потому что я боюсь летать. А зачем? Правильно. За шоколадкой. За шоколадкой. За бутылкой. Потому что почему? Потому что я боюсь летать. Сильно? Сильно. Это помощь, чтобы выпить? Да. Сейчас прям очень весомый пол. Ира, нашел. Смотри, да не трогай ты. 526 долларов. Угу. Берем? Да. Ира взяла себе мартинки, а я набор путешественника. Вот маленькие бутылочки. Я не буду брать, я шутка. Я бы одну взял бы, а вот 8 штук это много. Не знаю. Ира купила пакетик и кушать захотела. Пойдем в Макдональдс. Пришли он здесь. Сколько осталось у нас? Что 20 евро валяется? Ну а евро прямо? Возьми соуса и чая и все. Будем печенье. Класть. Взяли по булочке, мороженку. Можно доесть. У кого-то осталось. Даже здесь старая песня заставляет пихать. Как называется этот аппарат? Не помнишь, Кир? Угу. Называется странно. Высокое технологическое устройство. Все, домой. Плетаем. Ира. Не ходишь? Не боюсь. Здравствуйте. Вот наш аэробус на сегодня. Ира, мы где? В бизнес-классе летим? Мы посередине. А где бизнес-класс? Бизнес-класс. А, это же самые широкие места? 15 лет, 15 лет, пожалуйста. Эх, я думал прям, сейчас вот так вот развалюсь. Вот пишите, один метр пройдет. Бизнес-класс. Бизнес-вариант. Лучше здесь нету мест, в принципе. Мы ехали туда, вон там сидели. В самом первом это вообще ужасно. Ноги не вытянуть. Ничего, все. До скорой встречи. 5 часов? 6. 6 часов. 6 часов. Это очень много. Еще 3 часа и ты в Таиланде. В Таиланде. Ну все. Если вы это не увидите, значит мы не прилетели. Трясет как в Бутово. Хо-хо. Холодно, ё-моё. Бак. Опять нас Бак встречает. Как будто они выезжали, да? Да. Как? Долетели? Хорошо. Холодно будет. Дальней wegen kit, я боюсь. Да. Как будто они говорить хорошо. Я боюсь, но я доброе. Валентина и блуда. Валентина Таиланинс, Я пока, не знаю, только 코로나 hiện введемめて. Я боюсь кажем.